Привет, ребят! Сегодня мы здесь, в скейт-парке Лейк-Стрит, и у нас для вас сегодня чрезвычайно особо невероятное видео. И хрупкое. Там написано, что это хрупкое. А, да, действительно есть. И я так и быть поверю. Это доска, которую нам прислали из Avenue Trax. Та же компания, которая сделала подвески, на которых я катаюсь. Пружинищие подвески. И они видели все те видео, которые мы делаем, скейтборд из всего, вы делаете, мы катаем. И они такие, мы хотим для вас что-нибудь сделать, и сделали нам стеклянный скейтборд. Он в этой коробке. Я его еще не видел и не понимаю, что происходит. Но я принес метлу и совок, потому что, скорее всего, они нам пригодятся. Ну, пора мы уже открыть и узнать, что внутри. Подвески тоже из стекла? Не, я не думаю, что такое возможно. Это было бы слишком круто. О-о-о, держи осторожней. Разобьем еще недостав из коробки. Это очень хорошая упаковка. Она тяжелая? Эм, да, довольно тяжелая. Но еще непонятно, что именно тут тяжелая. Вау, это настоящее нормальное стекло, чел. О, я вижу. Там есть дырки. Может так и катать в пупырке? Это как настоящее Рождество. Кто будет первым? Я уже напуган. Это невероятно. О, она тяжелая. Перед тем, как начнем кататься, надо поделать фоточки с ней. Да. Avenue Tracks. Спасибо огромное за то, что сделали это. Я даже не представляю, как у вас это получилось. О, она тяжелая. Да, пожалуйста, не урони. Это безумие. Вы, ребят, слышите это? Это стекло. Не очень она толстая. Не очень толстая? Я думаю, она довольно толстая. Посмотрим, сколько продержится. Я думаю, ты можешь встать и прокатиться. Никаких трюков. Кик, флип и бдш. Может быть, рок-ту-фэки, может быть. Ну, я как раз принес вон ту метлу для трехи. Аарон пришел с едой. Классика. Вау. Будем на ней кататься? А они не сказали, что это за стекло? Может быть, двойное? Оно закаленное. Выглядит довольно толстым. Это самая крутая доска, на которой мы катались. Я имею в виду, были и разные крутые, но это самая крутая. И это определенно самая крутая. Ладно, погнали. О, боже, Аарон. О-хо-хо, вот это безумие. Ты только посмотри на это, чел. Лэдс галлюцинирует. И что ты думаешь? Наступить на нее и посмотреть, что произойдет? Ага. И это довольно страшно. Она определенно не рассчитана на мой вес. Все в порядке? Может кикфлип? Да. Или съедешь с квотера? А теперь липслайд, первые попытки. И подвески довольно мягкие. Ну, пока это работает. Мы смогли оттолкнуться и поехать. Съехать с квотера? Давай сначала с фанбокса. Окей, сначала оттуда. Давай постепенно все делать. Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что я подскользнусь, потому что тут скользко, и доска вылетит у меня из-под ног. О, это будет отстойно. Вау, выглядит довольно плавно. Так и есть. Теперь что, с квотера или сверху с разгонки? Что ты думаешь, надо сделать здесь или сверху? Просто сделай это, победа или смерть. О, боже. Доска подсвечивает мои ноги. Еще никто в истории скейтбординга не делал подобные кадры. Зафоткай это. О, да. Посмотри на эту тень. Выглядит невероятно. О, этот звук. Тейл слайд. Я не знаю, как поставить мои ноги правильно. Может, хочешь сначала съехать? А, нет, давай просто погнали. Это могло закончиться плохо. Кикфлип не получился. Аарон, стряхни с себя стекло. Нет, все нормально. В порядке? Да. Чувак, твоя шея пролетела прямо рядом с огромным куском стекла. Кто-нибудь делал замедленную съемку? Нет. Кто-нибудь делал замедленную съемку? Вау. Вы делаете, мы катаем. Чувак. Ты снимал, но не в замедленном? Неа. Блин. Я не ожидал, что она треснет на первой попытке. Я тоже. Она же такая толстая, посмотрите. Вы, ребят, могли подумать, что это случится? Неа. Никто не ожидал. Неа. А я полагаю, что вполне возможно, это была полностью моя вина. Весь вес перенес на Тейл. Да. Много веса перенес назад, потом просто надавил вперед и сломал ее пополам. Чувак, руки трясутся? Я определенно немножко шокирован. Я собирался съехать вниз, а в итоге просто плюхнулся в стекло. Это было довольно шокирующе. И прямо мне в шею. Нет, чувак, просто глянь на это. Вау. Как раз для шеи. Да, прямо сюда. Ты думаешь, оно достаточно острое для того, чтобы порезать кого-то? Да, я думаю, я смог бы убить этим зомби, если бы мне понадобилось оружие. И что нам делать теперь? Ну, давайте подметем, у меня есть метла. У меня тут небольшое ранение от асфальта, но не от стекла. Это нормально. О, посмотри на это. О, да, посмотри на это. Это буквально могло оказаться в моей шее. Это невероятно. Это самый заостренный кусок стекла, который я видел в своей жизни. Выглядит опасно. Этот мог оказаться у меня в глазу. Может, у меня получится сделать мену на этом? Не наступай на это. Теперь внезапно эта штука стала крепкой. Чувак, а как она вообще смогла разбиться? Это, наверное, потому что Ноуз и Тейл уже отвалились. Да, скорее всего. Должно быть, там были слабые точки. Готово. Вот это вот оружие вот здесь. Не-не-не, положи на место. Подметать стекло, это не то, что я ожидаю от обычного дня, проведенного в скейт-парке. Чувак, я испытываю боль в животе просто, когда смотрю на это. Я хочу очистить эту подвеску от стекла тоже, как и предыдущую. Давайте сделаем еще больше мусора. Готово. О, зато теперь у нас есть бесплатные подвески. Спасибо Айвеню, что тостали нам подвески и доску. Пока она не разбилась, было весело. Надо было больше кататься, теперь-то я понимаю, что нужно было больше навернуть кругов по парку. Я думаю, единственной лучшей альтернативой было бы попробовать кикфлип. Да, первым делом. Хотя я думаю, как только бы Триэл ударился об асфальт, он бы сразу раскололся. Да. Так, если у нас будет еще одна стеклянная доска, я разрешу тебе съехать с большого квотера. Все это могло оказаться в твоей шее. Я знаю. Все эти штуки почти убили меня. Знаете, было очень весело, пока она не разбилась. Вообще-то, на самом деле, было очень весело. Я наматывал круги по парку, заехал на разгонку, и самое смешное, что я этого не ожидал, ну, вообще. И именно поэтому я упал так жестко, как упал. Я такой подумал, а, все нормально, и вэм. Но я увернулся от всего стекла, никаких порезов, и все хорошо. Так что да, спасибо большое Avenue Trucks за то, что сделали для нас стеклянный скейтборд. А еще они дали нам эти подвески для того, чтобы мы поставили их на стеклянный скейтборд. Так что да, это было круто, это было весело, надеюсь, вам понравилось. И я вполне уверен, что найдется кое-кто, кто сможет сделать стеклянный скейтборд, который выдержит катание. Я просто предполагаю, и бросаю вам вызов, на случай, если кто-то действительно сможет сделать стеклянный скейтборд, на котором можно кататься. Я думаю, пуленепробиваемое стекло... Или как-то закалить стекло по-особенному, или еще какой-нибудь способ, чтобы заставить это работать. Если кто-то знает, сделайте эту доску, и отошлите ее нам. Спасибо, что посмотрели, не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий, поставить лайк. И будет совсем круто, если поделитесь этим видео с вашими друзьями.